Ограбление, погони, пожары и приговоры недели в ближайшие полчаса. Это итоговый выпуск «Место происшествия» в студии Ирина Орлова. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в этом выпуске программы. Соседка со странностями. В поселке Мини-Горького прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Погибла пенсионерка, проживающая в квартире, где полыхнул пропан. Заявил, что ушиб голову и ничего не помнит. В краевом центре присяжные вынесли вердикт за резню в селе Нижняя Монома. Хабаровчанин ходил по домам с двумя ножами. Он убил старика и ранил еще четверых. Робин Гуд по-хабаровски. На улице Фрунзе мужчина ограбил ломбард, в котором работал охранником. Задержанный утверждал, что миллионную добычу хотел пустить на благотворительность. Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в поселке Мини-Горького. Газовоздушная смесь воспламенилась на верхнем этаже в квартире, где проживала 68-летняя женщина. После тушения пожара ее тело было найдено в одной из комнат. В службу спасения звонили жители пятиэтажного дома и прохожие, на которых едва не упала оконная рама. Ее вышибло взрывной волной, словно пробку из бутылки шампанского. По счастливой случайности, пластиковая конструкция и летящие в разные стороны стекла не повредили ни людей, ни автомобили. Эвакуировать почти никого не пришлось. Люди сами вышли на улицу. Препятствий этого не было, так как горящая квартира находилась наверху и задомлена была лишь одна площадка. В 19 часов по местному времени в Центр управления ситуации поступила информация о том, что в городе Хабаровске по улице Воровского 24, квартире 58, произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Все оперативные службы сработали своевременно. В течение 20 минут пожар был ликвидирован. В настоящее время работают дознаватели, следственная оперативная группа МВД и другие заинтересованные службы. После блиц-осмотра выгоревшей квартиры специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции дома не повреждены. Жильцам разрешают вернуться домой. Граждане, все, смотрите, и так поднимаемся в квартиры. Плановый осмотр газового хозяйства дома проходил совсем недавно. Неисправность коммуникации оказалась ни при чем. Утечка пропана была следствием умышленных действий. Привысшая бригада аварийной службы ООО «Хабаровск крайгаз» произвела место осмотра происшествия. На данный момент известно, что по прибытию аварийной службы пожарной части все краны на газовой плите были открыты, а газовый шланг наполовину перерезан. Вместе соединения шланга и газовой плиты шланг обернут газовой фольгой, и часть фольги оторвана, и там виднеется как раз порез. Расставить точки над «и» в этой истории помогут сотрудники следственного комитета. Тело хозяйки направлено на вскрытие. Оперативники хотят убедиться, что взрыв газа не маскировал какое-то преступление, совершенное против пенсионерки. Взрывной волной повреждена смежная с соседней квартирой стена. Работы по восстановлению хозяйства начались сразу после того, как на месте событий закончила работу оперативно-следственная группа. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Степан Симонов. Хабаровские оперативники по горячим следам раскрыли ограбление ломбарда «Тайна золота», в ходе которого преступнику достался миллионный куш. Подозреваемый – 36-летний охранник, который работал в ювелирной точке с июня этого года. Образцовое раскрытие в следующем репортаже. Задержали охранника менее чем в километре от места совершения преступления на улице Льва Толстого. Он зашел в кафе пообедать, а заодно снять в туалете бирки с украденных золотых изделий. Оказавшись в отделении полиции, подозреваемый признался, что о своем поступке он совершенно не сожалеет. Просто не мог себя сдержать в данном отношении. Я не брал все, я взял именно то, сколько мне надо было. Я помог инвалидам, как бы, насколько возможно, и даже участвовал в такой акции, как телемарафон. Добычей злоумышленника стал по меньшей мере миллион рублей. Это деньги, хранившиеся в кассе. К этой сумме добавится и стоимость украденных с витрин украшений. По-видимому, план подозреваемый вынашивал долго. Ограбление он совершил в свою смену. Справиться с единственной работницей ломбарда было несложно. Мужчина дождался, пока менеджер зайдет в подсобное помещение и попросту запер ее там. Забрав деньги из кассы, злоумышленник направился к витринам. В этот момент в ювелирный магазин зашел посетитель, но охранник выставил его за дверь, заявив, что ломбард закрыт по техническим причинам. Вслед за клиентом ушел и сам похититель. О случившемся сотрудники частного охранного предприятия узнали лишь через 40 минут, когда смогла освободиться менеджер. Но и группа немедленного реагирования попасть в салон не смогла. Уходя, мужчина закрыл дверь на ключ и опустил металлические рульставни. В камере подозреваемый уже бывал. Я был судим, я допускал такие поступки плохие, и не хочу, чтобы кто-то другой их допускал. И я при этом работал, я постоянно работал. На заработки в краевую столицу мужчина приехал из соседнего региона, еврейской автономии, после того, как совершил еще одно нападение. А до этого приезжий отбывал наказание за более тяжкое преступление – убийство. По-видимому, при поступлении на работу охранник скрыл свое криминальное прошлое. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. В краевом суде присяжные вынесли вердикт хабаровчанину, который в феврале прошлого года зарезал 76-летнего пенсионера и едва не убил еще четверых жителей села Нижняя Монома. Обвиняемый своей вины не признал, мотивируя это тем, что якобы не помнит событий того вечера. В Нанайский район мужчина приехал погостить у родственников. Те приняли его с накрытым столом и спиртным. После застолья подсудимый вооружился двумя кухонными ножами, вышел из дома и якобы поскользнулся. Упал с крыльца, удавился головой и дальнейшее происходило с ним как во сне или как в компьютерной игре. Следователи выяснили, что ранее он очень увлекался, скажем так, компьютерными играми и часто играл в компьютерные игры, именно связанные с лишением жизни, убийствами. Жертвой компьютерного помешательства стал беззащитный старик. На его теле эксперты насчитали 16 ножевых ранений. Погибших могло быть и больше. Вошедший в раж мужчина стал ломиться и в другие дома. Сопротивление смогли оказать далеко не все. Пошел по селу, заходя в каждый жилой дом, причинял телесные повреждения. Четырем жителям села Нижняя Монома каждому он причинил не менее двух ножевых ранений. Было ли пристрастие к компьютерным играм реальной причиной помешательства, выяснить не удалось. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что фигурант вменяем. Влияние на его поведение могло оказать и другое вредное пристрастие. Хабаровчанин долгое время злоупотреблял алкоголем, а в 2012 году даже проходил лечение по этому поводу. Вердикт присяжных виновен. Подсудимому вменяли убийство из хулиганских побуждений, покушение на жизнь и незаконное проникновение в жилище. Судья с заседателями согласился и назначил геймеру 20,5 лет лишения свободы. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Кузьмина и Алексей Баринов. Хабаровские полицейские обнародовали кадры разбойного нападения на кредитный офис, чтобы установить личность преступника. Внешность человека, который 7 сентября ограбил павильон от личной и наличной, зафиксировала камера наблюдения. Схема нападения была совершенно стандартной. Налетчик убедился, что внутри нет клиентов и вошел, направив на менеджера пистолет. Потребовал наличные. Разумеется, без всякого оформления займа. Я сразу поняла, что что-то не то. Потому что зачем человеку голову вот так прям наклонять? Я не знаю. Накладывает пистолет и говорит, отдавай все деньги. Я отдаю сначала половину, часть денег. Нападение было молниеносным. Преступник заходит, вытаскивает из-за пояса пистолет. После пары фраз испуганная девушка наклоняется к ящику, где лежат деньги. Она выдает нападавшему не все. Прикинув сумму, разбойник требует еще. Менеджер выкладывает остатки. Нападавший прячет добычу и на мгновение задерживается у двери, чтобы спрятать за пояс пистолет. В этот момент потерпевшая уже нажимает тревожную кнопку и бежит следом. Посмотрев, в каком направлении скрылся преступник, сотрудница возвращается обратно, чтобы вызвать полицию. Добычей налетчика тогда стали 72 тысячи рублей. Если вы знаете этого человека в кепке и темных очках, позвоните по указанному на экране телефону. Личность информатора полицейские обещают оставить в тайне. С места происшествия Валентин Борозняк и Александр Савчук. Традиции не нарушаем. Во второй части программы исключительно происшествия с дорог. Смотрите далее. Он одурманен, она пьяна. На проспекте 60-летия Октября глубокой ночью перевернулся автомобиль с двумя людьми. Вместо неадекватного владельца машины за руль села его нетрезвая спутница. Сломанный и протараненный. На трассе Хабаровск-Владивосток водитель Тойоты Калдины врезался в буксируемый грузовик. В больнице с тяжелыми травмами оказались шофер и пассажир универсала.